Термосы за 13.99 Термосы не самые дешёвые, но это в принципе очень неплохие термосы. Что-то подобное у меня уже было на канале, но была другая модель. Точнее другой объём. Хочу посмотреть, что на этот раз пришло. Тем более я хочу распечатать на камеру, потому что покупал я это в подарок. И надеюсь, что проблем не будет. Надеюсь. Здесь больше ничего нет. Упакован у Георбеста, как всегда, паршиво. Вот и вся упаковка. Соответственно, коробочки помялись. Это очень обидно, потому что покупал, как я уже сказал, в подарок. Но, к сожалению, это минусы и издержки именно Георбеста. Упаковывать они не умеют. Итак, пришло два термоса. Это одинаковая модель, но разные цвета. Здесь должен быть белый цвет, здесь должен быть чёрный цвет. Согласно подписи на упаковке. Ну что, давайте вскроем, посмотрим. Заодно узнаем, что у нас в комплекте идёт. Итак, вскрываем белый. Проверяем, белый он или не белый. Так. В коробке больше ничего нет. Что у нас есть? Так, выпала бумажка. Это, судя по всему, гарантийник. Но он на китайском. Думаю, абсолютно бесполезный в нашем случае. И, скорее всего, инструкция. Ага. Полностью на китайском. Тоже абсолютно бесполезная вещь. Смотрим сам термос. Что приятно, есть всё-таки целлофановая упаковка. Благодаря этой штуке термос лишний раз не будет в пути повреждаться. Ха. Очень интересно. Не знаю, будет ли вам заметно. Но белый термос, он не совсем белый на самом деле. Да. Вот здесь у нас действительно белый цвет. А вот здесь у нас есть такой очень-очень слабый оттенок. То ли зелёного, то ли синего. Но я думаю, по контрасту с белой крышкой заметно, да? То есть, на самом деле, белый цвет, он не совсем белый. Если кого-то это интересует. Но, в принципе, довольно приятно смотрится. Логотип, все дела. Виоми. Опять-таки, вся... Вся информация идёт на китайском. Ну да ладно. Ну что, посмотрим, что внутри. Так, здесь у нас замочек, который удерживает дополнительно крышку, да? Открываем замочек. Открываем замочек, щёлкаем. И открывается у нас крышка. Давайте лучше вообще скрутим крышку и посмотрим, как она устроена. Вблизи. Заодно вы оцените качество. Ну, я уже покупал термос от этой компании. Сделаны они действительно достойно. Это такой хороший Китай. Хотя, конечно, даже у хорошего Китая бывает брак. Поэтому надо проверять при получении товара. Силиконовая прокладка, которая не даёт термоса протекать. Единственный вопрос, а не будет ли она изнашиваться со временем? Ну, это посмотрим. На моём термосе у меня есть подобный, но... Более крупного объёма, на 400 мл. На моём термосе она пока служит. Проблем с ней нет. Здесь тоже силиконовая прокладка, чтобы не протекала. И очень удобная паилка. Паилка действительно очень удобная. Ей пользоваться одно наслаждение. Это правда. Так, здесь у нас силикогель. Причём чёрный. Впервые вижу чёрный. Ну да ладно. Давайте посмотрим, как всё изнутри смотрится. Вот так я прокручу на свет. Заявлено, что сталь, конечно, пищевая. Типа высококачественная. Как это проверить, я совершенно не представляю. Виден шовчик. Ну, вроде аккуратный шовчик. И в целом выполнена. Пока у меня вопросов нету к качеству. Единственное, насчёт цвета, конечно, я немного разочарован. Я думал, что она будет в одном белом цвете выполнена. Термос выполнен. Но как-то по-другому сделали это китайцы. Ладно. Давайте посмотрим следующий. Чёрный вариант. В принципе, он, скорее всего, один в один такой же. Но, тем не менее. Так, ну опять. Гарантийный талон. Опять у нас есть инструкция. Опять всё на китайском. То есть, абсолютно бесполезная вещь на самом деле. Но упакован за то, что радует. Да, чёрный смотрится поинтереснее. Давайте я белый рядом расположу. Хотя, любители есть и у белого цвета, и у чёрного. Кому что нравится. Так. Опять у нас замочек. Работает исправно. Ну, как видите, всё само открывается. Даже не надо прикладывать палец к этому делу. Так, давайте свинтим опять крышку. Посмотрим, что у нас внутри. Силиконовая прокладка. Очень аккуратная, кстати. В отличие от дешёвых тормозов китайских. Так, откроем. Всё то же самое. Претензий я пока предъявить не могу. Выполнено всё довольно аккуратно. Пыль. Просто пыль. Так. Опять силикагель. Стандартный комплект. Ну, что у нас здесь? Шёвчик. Вот такой вот он. Всё аккуратно. Так. Здесь пыль. Это не царапины. Это пыль. Здесь даже какой-то логотип. На предыдущем, по-моему, не было. Да. На предыдущем нет. Разные партии, скорее всего. Да, у нас. Ну, вопросов по качеству нет. Давайте сейчас я за кадром измерю объём и другие важные характеристики и сообщу результаты. Ну, давайте пробежимся по техническим характеристикам термосов. Начнём с веса. Вес различается, но, тем не менее, составляет от 260 до 209 грамм. Можно сравнить по весу их со старшим братом. У меня есть вот такой вот, их старший брат, тоже от компании Виоми. Но он на 400 миллилитров. То есть, объём у него где-то примерно на 100 миллилитров больше. Но при этом он весит на 80 грамм тоже больше. Кстати, заметьте, они даже по дизайну различаются немного. Ну, и по размеру, соответственно, тоже. Теперь, что касается размера. Диаметр термоса составляет 59 миллиметров. То есть, в ёмкость диаметром 6 сантиметров он, скорее всего, влезет. Высота составляет где-то примерно 205 миллиметров. Там, с небольшими допусками. То есть, это чуть больше 20 сантиметров. Но они компактные, действительно, очень небольшие по размеру. Самая интересная характеристика, это, конечно, объём. С объёмом интересно. Заявлено, что они вмещают по 300 миллилитров воды. Ну, или жидкости, скажем так. Я опасался, что это максимально возможный объём. Но оказалось, что всё не так уж и плохо. На самом деле, сюда помещается где-то примерно 320-330 миллиметров. Или миллилитров воды. Это максимально возможный объём. То есть, 300 миллилитров здесь помещаются спокойно. Без каких-либо трудностей. И это радует. По поводу того, как они удерживают воду и не протекают ли они. Ну, давайте это проверим. Сейчас термосы наполнены водой. Я их переверну и встряхну. Ну, не протекает. Проверим второй. Второй вообще полностью... Даже переполнен водой. Я бы сказал, но... Тем не менее, удерживает воду. С этим проблем нет. Кстати, давайте покажу, что здесь действительно есть вода. Ёмкость. Не совсем я привык ещё к этим термосам. Тем не менее, одной рукой вполне можно открыть и воспользоваться ими. Паилка с такой функцией, скажем так, непроливайки. То есть, лишняя вода здесь всё-таки не льётся. Пить удобно. Вот здесь ещё не разработался замок. Тем не менее, опять-таки, открываю одной рукой. Ну, и закрыть тоже можно вполне одной рукой, без проблем. А, и ещё, чтобы показать наглядно объём этих сети термов, я из холодильника притащил вот такую вот ёмкость. Это детская вода на 330 мл воды, короче, бутылочка. То есть, в каждом из этих термосов вот примерно такой вот объём воды помещается. Ну, с одной стороны, это довольно мало, но, в принципе, на несколько часов вполне хватает, как показывает практика. А больше, на самом деле, эти термосы просто не будут держать тепло. Но о том, как они держат тепло, чуть позже. Ну что, давайте проверим, как термос держит температуру. Я сюда уже залил кипяток. Колба холодная. Это хороший признак. Значит, термос работает. Тепло не пропускает. Крышка тоже холодная. Ну, это вообще отлично. Но всё-таки, давайте возьмём термометр и измерим, какова температура кипятка внутри термоса на текущий момент, в начале эксперимента. Открывается с характерным щелчком, потому что там горячая вода, и её пары выталкивают буквально крышку. У нас есть градусник. Сейчас он показывает температуру в комнате. Где-то 22 градуса. Опускаем внутрь. Так, давайте поближе. Да ладно. Ну, будем считать 98 градусов. Нормально так. Ну что, закроем? Закроем. И давайте подождём, ну, примерно часа 4. На 24 часа я не буду оставлять этот термос, потому что он маленький, и он не предназначен для длительного хранения горячего напитка. Но часа на 4 давайте его оставим и измерим, как изменилась температура именно за этот промежуток времени. И удерживает ли термос температуру вообще. Итак, встретимся через 4 часа. Ну что, прошло 4 часа. Температура немного изменилась в комнате. 21 градус, но изменилась незначительно. Давайте посмотрим, как изменилась температура внутри термоса. Открываем термос. Пошёл пар. Ну и давайте замерим температуру внутри. Уже 75, 76. Да, 76 градусов. Температура за 4 часа упала до 76 градусов Цельсия. Ну, в принципе, учитывая объём термоса, незначительный, да, как вы знаете, чем больше термос по объёму, тем лучше он работает. Так вот, учитывая незначительный объём термоса, это, по-моему, неплохой результат. Ну, на этом, пожалуй, всё. Все ссылки я дам под видео, да. Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Тем более, у меня есть некоторый опыт использования таких термосов. Сити термов даже, точнее говоря. Ну и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...